Я думаю, что санкции не будут иметь какого-то все-таки серьезного вектора направления, потому что с потерей Крыма уже, мне кажется, все смирились. Не уверен, что еще будут какие-то области, там, Луганская, Донецкая и так далее присоединили к России. Возможно, они будут как некие самостоятельные образования. Конечно, они уже не будут в составе Украины. Сомневаюсь, что коснется рядового человека. Ну как вот Турция будет вводить против нас санкции? Ну как? Они потеряют, там, не знаю, 2 или 3 миллиона. Это огромные деньги. Там их бизнесмены просто не проголосуют. Как будет проголосовать против нас, там, ведет санкции Великобритания? Что у нас отнимут все, там, квартиры, там, замки, там, картины, скульптуры и так далее, которые накупили наши олигархи? Наоборот, мне кажется, они все заинтересованы в том, что стабильно росла цена на недвижимость в Лондоне, в Париже и так далее. Мы уже имеем серьезное влияние, потому что мы много тратим за границей. Столько, сколько не тратит ни один другой турист. В том числе и рядовой. Ну мы привыкли широко гулять. Мы можем копить весь год, но уж один месяц будет наш. Или две недели. И поэтому я не верю. Потом, мне кажется, что все-таки нормальная, все больше правды о том, что происходит на Украине, доходит до западных телезрителей. И начинают все понимать, что там, то, что творится там, это ужас. Это в 21 веке в Европе, в центре Европы не должно происходить. И я думаю, что это все санкции постепенно сойдут на нет, будут созданы комиссии, всевозможные там, мы будем там урегулировать, будем спорить, будем это, но не дойдет. Но уже как минимум один благоприятный фактор я уже вижу для экономики России. В Россию возвращаются огромные деньги, которые наши очень богатые люди туда отправили. А сейчас они понимают, что в любой момент есть риск их потерять, они возвращаются сюда и инвестируются уже в Россию. Поэтому я думаю, что 2014 год, он пройдет под знаком, все-таки рост будет, экономический рост будет.